АПЛОДИСМЕНТЫ Алло, Петрович, да ты что, Петрович, у меня лучший автосервис в городе. Я уже вон машины не чиню. Я вон по телефону консультирую. Вот, звонок как раз. Алло, служба поддержки, малышка, не ломайся, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Подходящее у вас название, малышка, не ломайся. Вы знаете, моя малышка, по-моему, сломалась. Ну, сплошной брак. А что с ней не так? Понимаете, я все для нее делаю, все абсолютно. Все деньги только на нее трачу. Я не пью за все время, я ни разу ее не стукнул. А она только бухтит и скрипит. И вот целыми днями только и слышу. Скажите, а она у вас вообще заводится? Заводится. Опять же я вам скажу, с каждым годом все хуже и хуже. Ага, ага. А вы сами под нее ложились там, смотрели? Послушайте, а обязательно такие вот подробности рассказывать? Ну, знаете, в диагностике все важно. Ну, смотрите, можем сделать так. Вы ее снизу сфотографируете, а фотографии у меня пришлите. Знаете, мне кажется, что там ничего видно не будет. Я ее в темноте завожу. А, то есть вы по утрам на ней не катаетесь? Слушайте, по утрам, когда спешишь на работу, позавтракал, душ принял, ну, и все желание пропадает. Да, иногда вот в метро вспомню, ну, как вы говорите, что хотел покататься, но и все. А знаете что, а давайте я к вам подъеду и сам под нее лягу. О, а это что, обязательно? Ну, по вашим словам, как бы он Петровича подключать не пришлось. Так вот, он мужик матерый, опытный, у него инструмент всегда на готове. Нет, нет, нет. Давайте все-таки попробуем по телефону разобраться. Ну, давайте. Она у вас какого года? Она у меня 77-го года. Ой, старушка совсем. Какие все капризные. У меня вот 2005-го. Подождите. Ей что, 18 лет? Да, да, и то уже, знаете, вот так накатался. Надоело. Скоро менять буду нужна, лошадка порезвее. Ну, не мне вас судить, хотя, конечно, за такое судить надо, но все-таки мы отвлеклись. Давайте вернемся к моей ладе. А, хорошо, лада. Да. Она что, отечественная? Да еще и пятый десяток. Ого, такую давно в утиль пора. Что вы такое говорите? Как это в утиль? Я все-таки, я все-таки люблю ее. И потом, еще меня за такое, самого в утиль сдаст. А вы у нее первый хозяин? Ну, нет, не первый. Был у нее один придурок. Понимаете, я ее, ну, в общем, с прицепом взял. А, так она у вас крупногабаритная. Ну, она и без прицепа габаритная. А сейчас только вы ей пользуетесь? Не понял. Ну, там, друзьям, брату, свату там не даете? Да вы что такое говорите? Ну, отцу на дачу. Ну, послушайте, вы знаете, я только один пользуюсь. Вот, 24 года, как научился, вот так один и пользуюсь. Это вы поздно начали. Мне вот, как 16 стукнуло, меня батька в гараж привел, а там она. Послушайте, я к вам обратился за помощью, а не за унижениями. Да ну, какие унижения? Это моя первая, еще старше вашей была. Он задок помят, кожа вся обвисла, он перетягивать пришлось. Знаете что? Да, да, я поздно начал, но зато я выбрал одну и на всю жизнь. Это вот вы молодец. А я свою в аренду сдаю. В аренду? Да. Ну, жалко, конечно. Но возвращают с охранности, и потому, знаете, деньги очень нужны. Деньги? А сколько платят? А с какой целью интересуетесь? Нет, 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 нет. Ну, так, просто так. Это не ваш вариант. Ну, во-первых, смотрите, старые, отечественные, крупногабаритные. Нет, такие не в ходу. Зато не угонят. Ну, вот, вот тут вы правы. Вы знаете, за все время даже попытки не было. А она у вас какого цвета? Рыжая. Ржавая, что ли? Вы что, на улице храните? Вы что такое говорите? У нас свой частный дом. А, это хорошо. О, а то он, моя, под окном стоит, так весь двор над ней издевается. То есть, как это? Ну, как, там, мячиком попадут, или, там, бозем царапнут. А то, знаете, собачка подбежит, лапку подымет, и как? Хватит, 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 я вас прошу. Не надо больше мне таких ужасов рассказывать. Все-таки, 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 что вы мне посоветуете? Везите к нам, мы с Петровичем над ней хорошенько попотеем. Знаете что, наверное, я не современный человек, но ваши методы мне абсолютно не подходят. Давайте так, я как-нибудь сам разберусь. Ну, смотрите, как хотите, но если что, мы с Петровичем всегда поможем. Поможем!